6 класс, 14 серия. Делимость. Числа, которые делятся, без остатка, на 4, можно представить в виде произведения. 4 умножить на n. n натуральная или 0. Тему делимость мы рассматриваем на множестве целых неотрицательных чисел. При делении на 4 может получиться остаток 1, 2 или 3. Вот это формула чисел, которые при делении на 4 дают остатки. 1, 2, 3. Если число делится нацело, остаток равен 0. Свойства делимости. Делимость суммы. Первое. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на это число. Каждое слагаемое делится на 4, сумма тоже делится на 4. Второе. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальное делится, сумма не делится. Первое слагаемое делится на 4, а второе при делении на 4 дает остаток 1. Вот у суммы будет тоже остаток 1 при делении на 4. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится на это число. Один из множителей делится на 4, произведение тоже будет делиться на 4. Признаки делимости на 9 На 9 делится число тогда и только тогда, когда сумма цифр этого числа делится на 9 Например, число 2007 будет делиться на 9 Мы можем это утверждать, не выполняя действия деления Достаточно найти сумму цифр этого числа Сумма цифр равна 9 делится на 9, значит и 2007 делится на 9 Признак делимости на 3 Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма цифр этого числа делится на 3 Например, число 444 Сумма цифр числа 12 делится на 3, значит и это число делится на 3 Признак делимости на 4 Две последние цифры числа образуют двузначное число делящееся на 4 Только в таком случае всё число будет делиться на 4 1512 Две последние цифры числа образуют двузначное число 12 делящееся на 4 Значит и 1512 делится на 4 На 8 Три последние цифры числа, например, 2168 Три последние цифры образуют трёхзначное число 168 Которое делится на 8, значит и 2168 делится на 8 Первая задача Данные числа За один ход можно прибавить к любым двум по единице Можно ли за несколько ходов уравнять все эти числа? Значит чисел даётся 6 Значит в конце концов надо их уравнять 6 одинаковых чисел Значит значение суммы должно получиться чётным числом Потому что только чётное число, которое мы сможем разделить на 6 равных частей Нечётное число на 6 точно не разделится Сумма чисел в начале равна 13 13 число нечётное За каждый ход значение суммы увеличивается на 2 К нечётному прибавить чётное Будет всякий раз получаться нечётное число Чётное число не получится Значит эти числа уравнять нельзя Вторая задача Можно ли числа от 1 до 13 разбить на несколько групп Так чтобы одно из чисел в каждой группе равнялось сумме всех остальных Чисел этой группы Ну например 3 И ещё 1 и 2 Вот одно из чисел равняется сумме остальных чисел этой группы Вот таким образом надо попытаться разбить все числа от 1 до 13 Так давайте посмотрим Если большее число равно сумме всех остальных Значит сумма чисел Вот в этой группе будет равна удвоенному большему числу И так должно быть в каждой группе Если удвоенному большему Значит сумма всех чисел в каждой такой группе должна быть чётна Итак, в каждой группе значение суммы должно быть числом чётным Если все слагаемые чётные, то сумма чётная Теперь осталось выяснить От 1 до 13 Сумма этих чисел чётна или нечётна От 1 до 13 7 нечётных и 6 чётных Если число нечётных слагаемых нечётно, сумма нечётна Мы не сможем их разбить на слагаемые Так что все слагаемые были бы чётными числами Ответ нельзя Третья задача Число А плюс 3 Делится на 4 Делится ли на 4 13А плюс 17 13А плюс 17 Можно представить в виде суммы Где первое слагаемое делится на 4 Потому что по условию А плюс 3 делится на 4 8А делится на 4 Итак, первое делится на 4 Второе делится на 4 Их сумма делится на 4 А если к числу делящемуся на 4 прибавить 2 То получится число, которое при делении на 4 даёт остаток 2 Итак, на 4 не делится Четвёртая задача Известно, что число делится на 2, на 3 и на 7 На какие ещё числа делится это число? Итак, делится на 2 Вот формула числа Делится на 3 Делится на 7 Числа 2, 3 и 7 взаимно простые Значит, число будет делиться на произведение 2 на 3 То есть на 6 На произведение 2 на 7 Это 14 3 на 7 Это 21 И кроме того, на произведение 2 на 3 и на 7 То есть на 42 Итак, это число будет делиться ещё и на 6 На 14, на 21, на 42 И пятая задача Сколько существует натуральных чисел, меньших 200 Которые делятся на 2, но не делятся на 3 Итак, давайте покажем круги Эллера-Вена и решим задачу на диаграмме Числа, которые меньше, чем 200 Сколько же таких чисел, делящихся на 2? Вот если было бы ровно 200 То тогда их было бы 100 А здесь меньше, чем 200 Значит, их будет 99 Вот числа, делящиеся на 2 Вот здесь 99 чисел Есть такие, которые делятся на 2 и на 3 одновременно То есть в области пересечения будут находиться те, которые делятся на 6 200 делим на 6 Получаем 33 Итак, 33 числа, которые делятся и на 2, и на 3 Так, ну а теперь осталось из 99 Вычесть те числа, которые делятся на 6 И получаем ответ Ответ 66 Это те числа, которые делятся на 2, но не делятся на 3 То есть вот делятся на 2, но не принадлежат области пересечения Ответ 66 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok